В нынешнее время, когда кажется порой, что основания мира поколебались, и это мы видим на основании тех процессов, которые происходят в мире, очень важно возвращение человечества к духовным основам, так, чтобы люди осмысливали цель, смысл своей жизни. Это основа для того, чтобы в мире вот эти негативные процессы, они нивелировались, и возобладала правда Божия, и мир вошел в свое доброе русло. Ну а международные Кирилло-Мефодиевские чтения всегда служили знаковой площадкой для диалога Церкви и государства, Церкви и общества. В глубинном смысле выйти из лодки и пойти по воде, чтобы подойти к Господу нашему неизвесту Христу, означает отделиться своей душой от тела, от попечения телесных и от руки телесных, и откажется опасным путем, ведущим к миру духовному, до спасения. Таким образом, христианский взгляд, сфокусированный в Евангелии и в святоотечественном наследии, способен рассмотреть все проблемы современности, и, что наиболее важно, предложить поиск и решение. Ну, к слову, об искусственном интеллекте. На мой взгляд, очень странно. Ни один ученый ведь не объяснит, что такое интеллект человека. Это всегда остается тайной до сего времени. И как мы можем какую-то вот созданную вещь называть словом, о содержании которым, в общем-то, еще толком ничего не знаем. Просто вычислительная машина, да, какого-то высокого уровня, но тем не менее. Свободная человеческая личность, образ и подобие Божие воспринимается цифровой властью, как программируемый индивидуум, некий числовой конструкт, набор точных характеристик. Церковь подчеркивает, цитирую один из документов, ее обязанность ревностно заботиться о сохранении прав и достоинства человека. При этом для правозащитной деятельности следует особо выделить такую область, как недопущение тотального контроля над человеческой личностью, над ее мировоззренческим выбором и частной жизнью через использование современных технологий и политических манипуляций. Нынешние кирилломефодиевские чтения, у них такая достаточно общая тема христианство и нравственные вызовы современности, но если так сказать, вот изюминка, особенность в том, что на них уделено особое внимание вот этому взаимодействию, восприятию научных технологических достижений вот последнего времени и христианского мировоззрения. То есть как осмыслить вот эти понятия их участия в жизни человека, как искусственный интеллект, нейросеть, вот эта цифровизация, все это требует именно нравственного такого осмысления, потому что проблемы уже начинают, к сожалению, возникать, уже уходит человек, человек обезличивается, оцифровывается, можно так сказать, и за этим пропадает именно отношение к человеку как к личности. И сейчас для торжественного подписания соглашения мы приглашаем его Высокопреосвященство, митрополита Минского и Заславского Вениамина, патриаршего экзарха всей Беларуси и директора президентской библиотеки Республики Беларусь Квычина Сергея Ивановича. Ваши аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарим участникам подписания. Продолжение следует... Поздравляем с этим новым шагом. Приглашаем председателя правления Общественного объединения Белорусский фонд мира Месько Максима Владимировича и председателя правления Международного общественного объединения Христианский образовательный центр имени святых Мефодия и Кирилла священника Святослава Рогальского. Действительно радостное событие. Поддержим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...